Музыка Еще раз приветствую вас, дорогие друзья, на разбор второй главы Евангелия от Матфея. Сегодня мы начинаем вторую часть нашего разбора этой главы. В прошлый раз мы остановились на том, что Иосиф взял младенца с Марией, матерью его, получивший откровение от Бога, бежал в Египет. И в 16 стихе мы видим, что произошло далее. Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить младенца в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. То, что я теперь хочу сказать вам в связи с этим, будет отчасти предположение, а отчасти достоверный факт. Как я уже упоминал ранее, волхвы посетили младенца не тогда, когда пришли к нему поклониться пастухи. Волхвы пришли позже. И в соответствии с 11 стихом, семья младенца в этот момент уже жила в доме. Когда Ирод разговаривал с мудрецами, он, как вы помните, выведал от них время появления звезды. И я полагаю, что мудрецы объяснили ему, что звезда впервые появилась примерно за год до их появления в Иерусалим. И если мы правильно решили, что мудрецы пришли из разных стран и областей и собрались для того, чтобы вместе предпринять свое путешествие в Иерусалим, то на их сбора и путешествия потребовалось много времени, поскольку они передвигались с помощью верблюдов, а не современных воздушных лайнеров. Возможно, ушел на это целый год, а может быть больше. А Ирод настолько разгневался из-за того, что мудрецы не вернулись к нему и не рассказали, где находится младенец, что он, вероятно, сказал себе, «Если они видели звезду год назад, я увеличу это вдвое и повелю убить всех детей от двух лет и ниже». Ирод был воистину безумным и зловещим человеком. И в 17 и 18 стихах мы видим исполнение еще одного пророчества. Мы читаем. «Тогда сбыло среченное через пророка Еремию. Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это необычное пророчество. Вы заметите, что Еремия не говорит, что этот плач произошел в Вифлееме. Я уверен, что в Вифлееме тоже был великий траур. Но Еремия здесь говорит о раме. В Ветхозаветной версии он прочитывался как рамах. Это поселение находилось к северу от Иерусалима, в то время как Вифлеем находился к югу от него. И, кстати, рама была родиной Еремии. Можно представить себе здесь, как начальник воинов, которому дано было повеление побить детей, спросил Ирода, «Царь, с какого города нам начинать?» И думаю, что Ирод ответил, «Нарисуйте круг вокруг Иерусалима, начиная с Вифлеема на юге и заканчивая с рамой на севере». Таким образом, рама была ни при чем. Можете себе представить, сколько детей Ирод убил. И можете вообразить себе, какой плач стоял во всем протяжении от Рамы до Вифлеема. Эта область охватывает радиус примерно от 16 до 20 километров. Должно быть, это было ужасным горем для всех тех людей, которые потеряли своих малышей. Итак, мы видим, что пророчество Еремия было исполнено буквально. Но, наконец, наступила пора им возвратиться на родину. И евангелист Матфей рассказывает, «По смерти Ирода, сей ангел Господень, явился Иосифу во сне в Египте». В этом 19 стихе я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Если мы вспомним, что в книге «Бытие», 32 глава, патриарху Иякову в Пенуэле, Бог появляется в образе ангела Господня. То был сам Господь Христос до своего воплощения на земле. А здесь идет речь об одном из ангелов Божиих. И этот ангел повелевает Иосифу во сне, говоря, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Было очень важно вывести Иисуса из земли египетской и возвратить в Израиль. Это было важно потому, что Он родился под законом, и Ему следовало жить в соответствии с законом Моисея. Из всех живущих Он был единственный, который мог в действительности и в полности исполнить этот закон. И для этого нужно было Его избавить от египетского влияния. Нельзя было воспитывать Иисуса в Египте так, как когда-то произошло с Моисеем и с народом израильским, когда они только становились нацией. И в следующих двух стихах мы видим, что Иосиф в точности выполняет Божие повеление. Мы читаем «Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. И, услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся идти туда, но, получив во сне откровение, пришел в пределы галилейские». Кстати, здесь нужно сказать, что Иосиф не напрасно боялся, потому что Архилай был настоящим отпрыском Ирода и не менее жестоким. Далее мы читаем, что Иосиф, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Это было для того, да сбудется реченое через пророка, что он Назареем наречется. Итак, он Назареем наречется. Еврейское название города Назарет имело значение ветви или отрасли. Но город Назарет был назван так из-за своей незначительности. И пророчество об Иисусе как об отрасли или ветви также совпадало с названием города Назарет. Это определение мы находим в книге пророка Исаии 11 глава и также в 53 главе, во 2 и 3 стихах. Кроме того, она также появляется в 21 псалме 7 стих. Все эти пророчества имеют один и тот же смысл и основаны на значении этого слова «неважный» или «незначительный». Но Господь Иисус был назван так не только потому, что он был буквально отрасль от корня Иесеева, но и потому, что он вырос в городе Назарете и стал называться Назареем, чем и исполнил эти пророчества. И на этом, дорогие друзья, заканчивается наш разбор 2 главы Евангелия от Матфея. В 3 главе мы рассмотрим крещение Иисуса Христа и Иоанном Крестителем. А пока желаю вам обильных Божьих благословений. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok